Меня зовут Павел. В эфире Гербы Городов России. Наш город. Высоковск. К западу от Клина на реке Вяз расположен город Высоковск, возникновение и развитие которого тесно связано с Высоковской предельно-ткацкой фабрикой. Основана она была в 1864 году купцами Катаевым и Васильевым в деревне Некрасино-Петровской волости Клинского уезда. Но вскоре ее постигла участь многих российских деревянных строений и сгорела. Хозяева выстроили новые здания, на сей раз каменные. Для этого им пришлось соорудить небольшой кирпичный заводик на залежах местной глины. Работали на фабрике крестьяне соседних деревень Полушкина, Тимонина, Алисова, Дмитракова. В 1779 году в дело вошли иностранцы и фабрика стала товариществом Высоковской мануфактуры. Рядом с фабрикой, как водилось тогда, возвели и двухэтажный корпус жилой казармы. В пристройке к фабричному корпусу размещалась кузница. Ткали здесь Саржу, Миткаль, Манчестер. После создания товарищества, уже в 1880 года, была построена новая четырехэтажная жилая казарма, а потом еще семь таких же. Возник поселок, который за расположение на высоком месте получил название, Высоковск. Это было самое крупное предприятие Клинского уезда. Если в 1879 года 700 его рабочих давали продукции на 1300 тис. рублей, то к 1890 года арки 2800 рабочих вырабатывали ткани на 4 миллиона рублей. Как и на многих других ткацких фабриках, условия труда в цехах и быта в казармах были ужасающими. Это вызывало естественный протест рабочих, что вылилось в Высоковске в стачке в 1887, 1905, 1906 годы. Между тем в начале 20 века фабрика приступила к разработке торфа, куда протянулась ускоколейная железная дорога, а затем и сам Высоковск связала с клином железнодорожная ВИПСа. Производство расширялось, росло число рабочих, превосившее 5000. Но начавшаяся Первая мировая война подорвала успешное для владельцев ведение дел, подвоз сырья сократился, часть рабочих была отправлена на фронт. Положение ухудшилось еще больше в 1917 года. В гражданскую войну фабрика работала далеко не на полную мощность, порой с перебоями. Но к 1921 года жизнь поселка стала постепенно налаживаться. Появилась школа два ступени, школа фабричного обучения, расширилась больница, открылся туберкулезный диспансер. Да и население поселка к концу 1926 года увеличилось до 8000. Человек. В 1927 года началось строительство ТЭЦ. Облик поселка изменило жилищное строительство, в том числе и кооперативное. К концу 1930-х года поселок телефонизирован, радиоофицирован, построены детские учреждения, две новые школы, летний парк, стадион. Даже был выделен из Клинского района Высоковский. Осенью 1941 года оборудование фабрики было эвакуировано, на ее базе создан Каннский хлопчатобумажный комбинат. В ноябре-декабре 23 дня в Высоковске хозяйничали фашисты, оставив после себя разрушенный поселок. Восстановительные работы на приодильно-ткацкой фабрике начались с энергетической базы. В 1945 года заработал ОТЭЦ, в 1946 года дал первую продукцию брикетный завод. Начали работать школы, больницы, санаторий, восстановлен клуб. К концу 1940 года все хозяйства Высоковска и района полностью восстановлено, от арфопредприятий оснащено новой техникой. В 1956 года в городе построен асфальтовый завод. В 1960-1970 года приодильно-ткацкая фабрика коренным образом реконструирована. В 1975 года к ней присоединена фабрика «Красный ткач», находящаяся в селе Зубово. В начале 1960-х года в Высоковске организована фабрика елочных украшений, переросшая затем в объединении «Елочка». Герб города. В червленом щите на зеленой оконечности, окаймленной пониженным узким извилистым золотым поясом, две серебряные стилизованные прядельные шпули, окаймленные золотом, испускающие золотую женитку. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok